всем привет меня зовут наталья и вы находитесь на моем канале все в жизни связано и прежде чем начать сегодняшнее видео я хочу пригласить вас подписаться на мой канал канал нажать на колокольчик для того чтобы не пропустить мои следующие видео и кому понравится это видео поставить лайк за мои труды и еще девочки небольшое объявление в начале видео пожалуйста перед тем как вязать обязательно просматривайте информацию которую я буду размещать в конце видео потому что при монтаже видео я его просматриваю может быть нахожу какие-то недочеты может быть какие-то правочки может быть а я вношу туда необходимую информацию там по пряжу по составу по размеру птиц спиц простите по инструментам которые необходимы будут также там будут могут размещаться ссылочки на предыдущие видео где вы можете посмотреть например на какой-то набор петель или закрытие какой-то петель или какие-то моменты в вязании которые пересекаются с данным видео это все размещается в информации которая под под нынешним видео также там есть ссылочки на мой инстаграм при подходе приходите подписывайтесь будете видеть работы которые это уже у меня связаны и которые я планирую писать записывать мастер-класс на ю тубе но сейчас переходим к непосредственно сегодняшнему видео и как вы уже поняли вязать мы будем вот такой берет из ангоры который подойдет на разные времена года начиная с осени заканчивая не очень холодной зимой нет точнее не заканчивая продолжая и заканчивая прохладной весной в общем носить его можно будет практически все сезонно конечно исключая лето значит что касается данного берета вязать я его буду из пряжи ангора состав пряжи вот в данном случае у меня это 60 процентов ангоры 40 процентов нейлон метраж ее 800 метров на 100 грамм вязать я буду в 4 нити спицами четыре с половиной для резинки и 5 и пятеркой для основного узора узор основной у нас будет рис либо его еще называют жемчужный это чередование лицевых и изнаночных петель которые в каждом ряду меняются местами значит что касается размера данного берета который будет видео значит размер этого берета на окружность головы 57 60 сантиметров это не маленький берет кому нужен будет размер поменьше то тогда соответственно нужно набирать меньшее количество петель и меньшее количество рядов вязать в высоту все это экспериментальным путем высчитывается значит кому подходит тот размер который вязала я значит я показываю по параметрам значит в готовом виде вот таком разложенном диаметр его вот почти 29 сантиметров это он у меня уже постиранный и высушенный так теперь резиночка у меня вот два с половиной сантиметра и основной узор до начала убавок у меня здесь 15 сантиметров вот и от начала убавок до закрытия макушки сейчас скажу вам вот здесь начала убавок приблизительно 9-10 сантиметров все зависит от того как насколько вы держите туго плотно или свободно значит вязать его про просто быстро закрывать вариантов закрытия макушки существует очень много в данном случае у меня это будет вот вас и 8 на 8 клины шка мы будем разбивать и вот такой 8 на 8 клиньев мы будем закрывать макушечку здесь у меня вот еще имеется вот такой хвостик кому не нравится его можно не вязать этом видео покажу и расскажу как это делать и в принципе по пряжи я вам сказала по размеру я вам сказала по спицам сказала но я еще дальше там вам покажу и объясню и расскажу значит девочки кому нужен размер меньше набираем меньшее количество петель и можно взять в спицы тоже на размер меньше тогда он лучше сядет потому что чем больше размера берета тем красиво на картинке и на фотографии а носить его не очень удобно он форму не держит скатывается либо назад свисает либо куда-нибудь в бок и не очень красиво смотрится и поэтому в одну не важно связать его большим а важно именно угадать на ваш обхват головы его единственный нюанс что я хочу вам сказать это для вязания вот такого узора жемчужного или рис как его еще называют для того чтобы в начале ряда не было у вас переходов потому что вязать же мы будем по кругу очень важно чтобы было нечетное количество петель вот это такой нюанс непосредственно для этого узора но так в принципе со всеми остальными нюансами будем знакомиться в процессе работы все можно начинать вязать удачного вязания рун и ровных всем петелек и так что нам потребуется для вязания билета это конечно же пряжа у меня вот такая вот бобинная ангора 70 800 метров нас в 100 граммах я буду вязать вот из такой серой я ее уже перемотала в моточки вязать я буду из в четыре сложения поэтому важно чтобы было мангора перемотана в моточки и одну нить я буду брать вот из середины моточка вторую снаружи моточкой точно так же со второго дальше нам понадобится с вами спицы круговые 40 сантиметров двух размеров четыре с половиной и пять дальше понадобится счетчик рядов у кого нет счетчика рядов тот вы тогда обязательно записывайте что потом каждый раз не пересчитывать потому что именно при вязании берета нам нужно знать определенное количество рядов маркеры для отмечания начала ряда также спицы чулочные когда будем завязать заканчивать уже макушку нашего берета ножнички и игла с широким ушком для закрытия петель вот в принципе все материалы которые нам понадобятся можно приступать непосредственно к вязанию и так начинаем вязанием и с резинки на спицы четыре с половиной мы набираем 82 петли способом болгарский зачин у меня в видео там есть уже во многих я моделях показывала как это делается кто еще не видел я быстренько покажу и в данном видео значит первые две петли набираются как обычно классическим способом и дальше мы будем чередовать вот этот большой палец на левой руке у нас будет то внутри вот этой нити точнее то сверху нити то снизу вот следующая петля мы вводим палец вот вниз и набираем петлю вот таким образом следующее вяжется как обычно и так чередуем снова палец вводим вниз и провязываем петлю следующие обычным способом снова палец вниз набираем и обычным способом меняем обычно меняем обычно и так дальше самостоятельно набираем 82 петли плюс 1 для замыкания в круг и теперь замыкаю наше изделие в круг для этого с правой спицы первую петлю перебрасываю на левую и перебрасываю на нее последнюю петлю с левой спицы придерживаем пальцем подтягиваем нить и отмечаем начало ряда маркером все и начинаем вязать нашу резинку берем для этого счетчик рядов и начинаем отсчитывать 10 рядов резинкой 1 на 1 самой обычной вяжем 10 рядов лицевая изнаночная как правило первый ряд всегда сложный тем более мы вяжем в большое количество нитей 4 но это только первый ряд изнанка лицо изнанка и так вяжем до конца ряда ну вот первый ряд привязала дальше уже будет легко вязаться и теперь продолжаем вязать резинку один на один считая ряды всего чтобы было 10 рядов когда резинку провяжем встречаемся и будем переходить к основному телу беретта и так мы провязали с вами резинку и переходим к 11 ряду и в одиннадцатом ряду я последнюю петлю резиночки провязала перебрасываем и в одиннадцатом ряду мы будем начинать формировать нашу наш рисунок и сам берет непосредственно для этого нам нужно перейти на спицы номер пять если вы хотите по объем не берет можете взять пять с половиной и мы на в одиннадцатом ряду начинаем делать прибавки как мы делаем значит следующим образом первую петлю мы провязываем изнаночной вторую лицевой и из протяжки делаем делаем вывязываем изнаночную петлю вот таким образом снова дальше идет по рисунку у нас лицевая изнаночная теперь из протяжки мы делаем лицевую вот таким образом скрещенную делаем чтобы у нас не не образовывались отверстия и таким образом мы будем выходить снова на резинку один на один только мы прибавим дополнительные петли которые нам нужны и так здесь у нас была лицевая значит следующую мы вяжем изнаночная лицевая и из протяжки провязываем скрещенную изнаночную петлю изнаночная дальше лицевая изнаночная теперь скрещенную лицевую мы провязываем таким образом и так до конца ряда делая прибавки через каждые две петли так здесь у нас была лицевая значит следующее у нас изнаночная лицевая из протяжки скрещенную изнаночную петлю так здесь изнаночная значит следующая лицевая изнаночная и следующее у нас скрещенная лицевая и так прибавляем петли до конца 11 ряда провязала я весь десятый ряд прибавила необходимое количество петель всего у нас должно получиться 123 петли и в итоге у нас снова сформировалась чередование лицевой и изнаночной петли значит вязать мы наш берет будем узором рис это чередование лицевых и изнаночных петель в каждом ряду только в каждом ряду мы будем менять местами вот в первом ряду к примеру мы провязали эту петлю изнаночной значит в следующем ряду мы будем менять и вязать ее лицевой следующее у нас была лицевая мы ее будем вязать изнаночной и так далее чередуем лицевые и изнаночные петли и в каждом последующем ряду в начале ряда мы будем их менять вот к примеру этот ряд мы начинали с лицевой следующий ряд мы будем начинать с изнаночной и так далее через ряд мы будем начинать снова с лицевой через ряд мы будем начинать снова с изнаночной и так далее в каждом ряду мы лицевые и изнаночные петли будем с вами менять местами и так вяжем вяжем самостоятельно до 50 ряда когда провяжите 49 рядов посмотрите на свой берет примерите на себя если захотите посвободнее и попышнее можете добавить еще несколько рядов там 5-6 рядов но ориентировочно пока вяжем до 50 ряда и 50 ряду встретимся с вами и так я провязала 52 ряда у меня получилось с момента после резинки с момента начала вязания основного узора и до начала до начала убавок 15 сантиметров вот здесь и теперь нам нужно разделить наше вязание на 8 одинак примерно одинаковых клиньев значит у нас здесь 8 и 123 петли четко на 8 не делится у нас 3 петли лишних остаются поэтому мы будем чередовать клинья если 120 петель разделить на 8 то это по 15 петель будет в одном клине значит мы будем чередовать клинья 15 петель 16 петель 15 петель 16 петель таким образом мы эти три петли наши равномерно распределим между клиньями и так на следующий ряд мы вяжем точно так же по рисунку но только распределяем маркер это у нас начало ряда я вот первые две петли провязала значит отсчитываем 15 петель также вяжем по рисунку так это три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать 12 13 14 15 маркер следующий клин 16 делаем петель так мы закончили лицевой 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 в этом клине у нас 16 петель снова надеваем маркер следующий клин 15 потом 16 и так дальше и распределяем сами отделяем маркерами клинышки до конца ряда самостоятельно итак распределили мы на клине на 8 клиньям последние два клина у нас по 15 петель и так с этого ряда мы приступаем к убавлению значит убавки мы будем делать посредине между клиньями поэтому сейчас мы провязываем 6 петель по рисунку значит этот ряд у нас изнаночной начинается изнанка лицо так 6 2 4 6 и теперь нам нужно здесь посредине убавить в две петли что мы будем делать для того чтобы у нас сохранился рисунок мы с вами должны здесь мы эту петлю мы закончили лицевой значит здесь вот эти две петли мы должны провязать вместе изнаночной петлей и итак провязываем следующие две петли изнаночной хорошенько подтянули и следующее по рисунку у нас должна быть лицевая петля и следующие две петли мы с вами должны провязать лицевой для этого мы развернем лицевую чтобы нам удобнее было и за заднюю стенку провяжем лицевой вот таким образом и дальше идем по рисунку снова изнаночная лицевая до следующего маркера провязываем дальше снова провязываем от маркера 6 петель 1 2 3 4 5 6 теперь у нас и следующая по рисунку идет лицевая петля мы перевернем изнаночную и за переднюю стенку провяжем две петли вместе лицевой и следующее у нас идет изнаночная мы перевернем и провяжем две петли вместе изнаночной подтянули и дальше снова пошли по рисунку до маркера переворачиваем и петли для того чтобы удобнее было провязывать эти две петли вместе чтобы они у нас не перекручивались так дошли до маркера дальше снова провязываем 6 петель по нашему рисунку 1 2 3 4 5 6 закончили изнаночную значит следующее по рисунку у нас идет лицевая смотрим как стоит развернуты петли разворачиваем изнаночную и за переднюю стенку провязываем лицевой дальше у нас должна идти изнаночная развернем и за переднюю стенку провяжем изнаночной и так до маркера и потом снова делаем убавки вяжем самостоятельно с убавочками этот ряд итак первый ряд с убавочками мы с вами провязали теперь следующие два ряда вяжем просто по рисунку без убавок и встречи встречаемся через два ряда и так мы провязали два ряда после убавок и в следующем ли в этом ряду мы снова будем делать убавление значит так как у нас 8 клиньев и в каждом клинышке мы убавляем по 2 петли у нас за первый ряд сократилось 16 петель у нас было 123 петли стало сейчас 107 петель теперь мы будем точно также делать убавление только теперь мы не 65 петель в начале провязываем в начале каждого клинышка а по 5 петель значит вот первую я провязала вторую все вяжем по рисунку третью четвертую и пятую пятую мы провязали лицевой значит следующие нам нужно провязать изнаночной разворачиваем петли так чтоб нам удобнее было провязывать чтобы они в одну сторону смотрели и провязываем изнаночной петлей 2 вместе следующее нам нужно провязать 2 вместе лицевой поэтому мы вот развернем только эту петлю и за заднюю стеночку провяжем лицевой вот таким образом хорошенько здесь вместе убавок подтягиваем для того чтобы не образовывались отверстия и дальше по рисунку до маркера до следующего снова провязываем 5 теперь петель значит мы закончили лицевой ночь начинаем изнаночные 1 2 3 4 5 так следующее у нас должна идти лицевая петля значит нам нужно развернуть эти обе петли чтобы у нас стеночки в одну сторону смотрели за заднюю стенку провязываем лицевой петлю и следующую изнаночные 2 вместе и все так дальше убавляем точно так же все восемь клиньев до конца ряда и так второй ряд с убавками у нас провязан тоже мы тоже у нас сократилось еще 16 петель каждый ряд с убавками у нас будет сокращать по 16 петель значит следующие два ряда провязываем а без убавок по рисунку дальше продолжаем вязать убавки самостоятельно по такому принципу как я вам показала то есть ряд с убавками 2 ряда без убавок до тех пор пока у вас не останется общее количество петель 11 значит когда у вас будет сокращаться количество петель и на круговых спицах будет становиться вязать неудобно тогда нужно будет перейти на чулочные спицы все продолжаем самостоятельно делать у бабочки и заканчивать макушку беретта и так мы вышли на 11 петель и теперь нам нужно провязать еще один ряд только теперь просто лицевыми петлями и равномерно сократить сократить и три петли для того чтобы у нас осталось восемь петель и надеваем эти восемь петель на две спицы по четыре петли и будем с вами вязать хвостик все сокращаем равномерно три петли провязывая лицевым лицевыми петлями этот ряд и так вот у меня на двух спицах аста по 4 петли всего восемь и теперь мы просто лицевыми петлями по кругу либо в технике magic loop провязываем несколько рядов несколько рядов лицевыми петлями это приблизительно будет где-то три-четыре ряда у нас провязано в зависимости от того какой какого размера хвостик вы хотите чтобы у вас был кто не хочет чтобы в берете был хвостик на данном этапе можно обрезать нить и при помощи иглы с широким ушком стянуть все петельки и закрепить нить с обратной стороны тогда будет просто берет у вас без хвостика и так кто все-таки хочет хвостик провязываем 3-4 ряда лицевыми петлями петлями в высоту вот я провязала в высоту 4 ряда для меня достаточно я обрезаю нить теперь берем иглу с широким ушком вставляем нить и при помощи иглы переснимаем петли на иглу и стягиваем наш хвостик то же самое со второй спицы стягиваем закрепляем ниточку я еще раз вот так вот иголочкой прохожу по периметру петелек чтобы закрепить нашу нить все и выводим ниточку внутрь берета и там закрепляем вот и все берете у нас готов его осталось только постирать и высушить он распушится и складочки примут естественное положение и можно уже вносить надевать и носить на сегодня у меня все мастер-класс по вязанию берета завершен если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик чтобы не пропустить следующие новые видео с другими разными зимними вещами потому что зима впереди будет еще много нового и интересного а на сегодня у меня все всем пока у